Добрый день, дорогие дамы и господа! Мы сегодня поговорим о том, что конфедераты не были предателями. Мы с вами знаем, невежественные толпы сбрасывают с пьедестала в памятники неугодных им деятелей прошлого. В то же самое время слуги народа, это конгрессмены и сенаторы, они обсуждают вопрос, что делать с находящимися в стенах Капитолия бюстами, скульптурами, портретами государственных мужей, которые, будучи конфедератами, сражались против армии Союза в войне, которая вошла в историю как гражданская. Прогрессивный сенатор Кори Букер – это господин демократ из Нью-Джерзи. Он внес на рассмотрение Верхней Палаты резолюцию с требованием убрать конфедератов из Капитолия. Но вот сенатор Рой Блант – это республиканец со штатами Зури, он возглавляет комитет по правилам, он отказался даже поставить предложение Букера на голосование. И с сенатором Блантом согласился его однопартиист, лидер фракции республиканцев сената Кентакки, сенатор из Кентакки, Матч МакКоннелл. Галета Каймс не упустила возможности откликнуться на дебаты в Сенате. Галета напечатала редакционную статью под таким заголовком. «Республиканская партия защищает памятники предателя». «ГОП Дефенс Монумент Ту Трэйтерс». Газета вопрошает, действительно ли это та платформа, на которой эта партия, республиканская, хочет сражаться в 2020 году. И газета «Нью-Йорк Таймс» дает понятие антитрампистам всей страны. «Республиканцам следует обвинять, среди всего прочего, еще и в том, что они защищают предателей». Вопрос, дамы и господа, были ли конфедераты предателями? Ну, у тех, кто не знает историю, и тех, кто сознательно искажает историю, ответ, разумеется, есть. Они предатели. Это ошибочный ответ. И дамы и господа, я начну свой рассказ с истории, которую следовало бы знать каждому, кто считает конфедератов предателями. Президент конфедерации Джекперсон Дэвис был арестован вскоре после того, как генерал Южан Роберт Ли признал поражение в переговорах с генералом Северян Улисом Грантом. Дэвиса заключили в тюрьму, и ему предъявили обвинение в предательстве. Дэвис и его адвокаты не только не возражали против суда, они настаивали на том, чтобы суд был, а суда не было. Суд отменили. И отменили не случайно. Судебный процесс дал бы понять каждому, объявив о выходе из состава Союза и образовав конфедерацию, лидеры 13 южных штатов предательства не совершили. Они не только не нарушили Конституцию, они руководствовались Конституцией. Жюри присяжных наверняка не признало бы Дэвиса виновным. Бывшего президента конфедерации освободили под залог 100 тысяч долларов. Это громадная по тем временам сумма, но вся она была собрана исключительно состоятельными гражданами победившего войне Союза. Давайте обратимся к Конституции. Десятая поправка, одна из моих любимых, мои любимые первая, вторая, десятая одна из любимых. Она последняя в билле о правах. Она гласит, поправка коротенькая. Полномочия, не возлагаемые на Соединенные Штаты настоящей Конституции и не запрещенные для отдельных штатов, сохраняются соответственно за штатами либо за народом. То есть, каждый штат имеет конституционное право делать все, что Конституция не запрещает, а Конституция не запрещает штатам выходить из состава Союза. В Конституции об этом вообще ничего не говорится. Более того, если кому-либо из создателей Конституции, их было 55, Томас Джекперсон, он в это время находился в Париж, был послом Соединенных Штатов во Франции, он назвал составителей авторов Конституции полубогами. Так вот, если бы кому-нибудь из полубогов пришла в голову мысль о таком запрете, предложение было бы мгновенно отвергнуто. Но представим на секунду, если бы, представим на секунду, если бы Конституционный Конвент внес в текст Конституции подобный параграф, Конституция не была бы ратифицирована штатами, была бы отвергнута большинством штатов, возможно, всеми 13-ю. Ни один из 55 соавторов Конституции не сомневался в праве любого штата порвать отношения с Союзом. И первыми решились воспользоваться этим правом не южные штаты, образовавшие Конфедерацию в начале 1861 года. Первыми решили воспользоваться этим правом штаты Новой Англии. В декабре 1814 года представители пяти штатов Новой Англии, это Массачусетс, Коннетикут, Нью-Гэмшир, Род-Айленд и Вермонт, они собрались в Хартфорде, это столице Коннетикута, собрались, чтобы обсудить условия дальнейшего пребывания в составе Союза. Решение обсудить этот вопрос не было скоропалительным. Хартфордскому конвенту предшествовало десятилетие разногласий между штатами Новой Англии и Южными Штатами. Эти разногласия ни в коей мере не были связаны с рабовладением. В штатах Новой Англии тоже были черные рабы. Начало 19-го столетия, мы это знаем с вами из истории, отмечено в Европе наполеоновскими войнами. Франция и Англия желали перерезать глотки друг к другу. А Соединенные Штаты торговали с Францией и с Англией. Французы прощали американцам торговые отношения со своим врагом, англичане этого не прощали. И корабли Королевского флота Англии перехватывали торговые суда американцев, захватывали в плен команды судов, не обязывали пленных воевать на их стороне. Англичане называли такие операции «насильственной вербовкой». Несколько лет назад прекрасный историк Джеймс Эллис написал книгу «Разорительная несчастная война. Новая Англия и война 1812 года». В этой книге Эллис пишет, я цитирую, «Вероятно, было захвачено насильственной вербовкой не менее 6000 американцев». Американцы не желали мириться с насильственной вербовкой своих сограждан. Они были готовы воевать, но правительство Соединенных Штатов воевать не хотело. В 1807 году президент Томас Джефферсон принял решение, которое можно характеризовать так, весьма сомнительное. Джефферсон запретил американцам торговать с Европой. От добровольного самоэмбарго пострадали прежде всего процветавшие во многом благодаря торговле штаты Новой Англии. Эллис пишет, эмбарго уничтожило экономику, остались без работы не менее половины мужчин в прибрежных штатах Новой Англии. Но эмбарго не принесло ощутимого урона Южным Штатам. И сменивший в 1809 году в Белом доме Вирджинса Джефферсона, его земляк, также вирджинец Джеймс Мэддисон, он продолжал в течение трех лет, последовавших лет, торговую политику своего предшественника Томаса Джефферсона. Однако к началу 1812 года отношения с Англией наказались до такой степени, что Конгресс счел нужным объявить Англии войну. Большинство штатов одобрили решение Конгресса, но только не штаты Новой Англии. Губернатор Массачусетса, это крупнейший штат Новой Англии, мистер Калеб Стронг, он отверг просьбу президента Мэдисона направить милицию штатового распоряжения федеральной армии. Президент Мэдисон ответил на непатриотическую, так он сказал, на непатриотическую политику Стронга. Массачусетс остался без поддержки американской армии. И прибрежные городки Массачусетса на полуострове Кейп-Кот, мы знаем этот полуостров, мы любим там отдыхать, они подверглись обстрелу пушек британских кораблей. Губернатор Массачусетса был готов вступить с Англией в переговоры о мире, и он нашел единомышленников в лице губернаторов других штатов Новой Англии. 15 декабря 1814 года, 15 декабря, представители пяти штатов собрались в Хартфорде, и они обсудили все, что связано с войной, в том числе и условия выхода из состава Союза. 26 делегатов из пяти штатов, они совещались с закрытыми дверями. Президент совещания Джордж Кэбботт, он был из Массачусетса, долгие годы хранил в тайне все, что он записал. Он даже не сообщал имена участников совещания. Сегодня нам известна принятая резолюция, мы знаем имена всех 26, знаем какую они резолюцию приняли, но мы не знаем имена тех, кто вносил предложение в эту резолюцию. Мы не знаем результатов голосования по каждому пункту резолюции, но мы знаем об ультиматуме. Ультиматум был предъявлен Конгрессу, и этот ультиматум должен был стать основой для переговоров с Конгрессом. Однако сторонники выхода из состава Союза были слишком медленны. Им не повезло сроками затеянного предприятия. Хартфордский конвент закончился 5 декабря 1815 года, напомню, начался 15 декабря 1814 года. К этому времени, к 5 января 1815 года, Соединенные Штаты и Британия уже подписали в Генте, это Бельгия, мирный договор. Ну, сведения о мире еще не достигли американских берегов, тогда, дамы и господа, не было не только телеграфа, но тем более интернета. И так подписали договор, но в Америке об этом не знали. И точку в войне поставил мирный договор о разгром английской армии под Новым Орлеаном. Руководимая Эндрю Джексоном полулюбительская армия американцев разбила 8 января в пух и прах превосходящую по численности и закаленную в наполеоновских войнах профессиональную армию англичан. Когда посланцы Хартфордского конвента прибыли в Вашингтон для переговоров с Конгрессом, вся Америка, вся Америка, в том числе и Новая Англия, праздновали победу. Вопрос о выходе Штатов Новой Англии с Союза отпал сам по себе. Это осталось лишь в анализ истории, как первая попытка раскола Союза. Об этой попытке не принято сегодня вспоминать ни в школах, ни в университетах, но что было, то было. За второй попыткой дело не стало. Вторая попытка. В ноябре 1832 года законодатели Южной Каролины приняли указ об аннулировании. Он назывался так «Ordinance of Annullification». Они аннулировали принятый федеральным правительством в 1828 году закон о тарифах, объявили, что этот закон не имеет законную силу в границах штата Южной Каролины, поскольку противоречит Конституции. И законодатели Южной Каролины не сомневались. Конституция позволяет им, как и любому другому штату, отвергать любой федеральный закон, если таковой не отвечает интересам граждан штата. Принятый в 1828 году, в последний год президентства Джона Куинса Адамса, это был политик из Масса-Фюзетса, принятый закон о тарифах был встречен на ура с северо-восточными штатами, в которых набирал силу производственный сектор. Однако этот закон ущемлял интересы южных штатов, сельскохозяйственных и больше других ущемлял интересы Южной Каролины. В тот год, 1828, Эндрю Джексон победил на выборах президента Адамса, победил во многом благодаря поддержке южан. Южане были уверены, что Джексон, гражданин штата Тенниси, и его союзники в Конгрессе пересмотрят закон о тарифах. Но президент Джексон и думал этим заниматься. Более того, назревал новый закон о тарифах, столь же неприемлемый для Южной Каролины, как уже существовавший. В знак протеста в июле 1832 года ушел в отставку с поста вице-президента Джон Кэлхун, гражданин Южной Каролины. В то время, дамы и господа, политики были принципиальными. Вице-президент, если не соглашался с президентом, он уходил в отставку. Те времена давным-давно прошли. И так в июле 1832-го гражданин Южной Каролины Джон Кэлхун ушел в отставку с поста вице-президента в знак протеста против решения президента Эндрю Джексона. Спустя четыре месяца, в ноябре 1832 года, Южная Каролина приняла закон об аннулировании и предъявила федеральному правительству ультиматум. Законы о тарифах должны быть отменены до 1 февраля 1833 года. Если их не отменят, штат оставляет за собой право решать, оставаться ли ему в составе Союза. Южная Каролина начала подготовку к возможному вооруженному вторжению федеральной армии. Это был вызов президенту Эндрю Джексону. И президент Джексон вызов принял. 1 марта 1833 года Конгресс принял по настоянию Джексона закон. Полностью закон называется так. Закон о дальнейших мерах по обеспечению сбора пошлин на импорт. Этот закон вошел в историю как закон о применении силы. Форсбилл. Поскольку этот закон позволял президенту использовать для усмирения Южной Каролины армию. Чтобы Южная Каролина проглотила пилюлю, в тот же день был принят компромисс на закон о тарифах. Южная Каролина пилюлю проглотила. Но чтобы сохранить лицо, объявила, закон о применении силы не имеет законной силы. Прошло с 1932 года по 1860 год 28 лет. И 20 декабря 1860 года Южная Каролина объявила о выходе из Союза. За ней в январе 1861 немедленно последовали штаты Миссисипи, Флорида, Алабама, Джорджия и Луизиана. 6 февраля шесть штатов объявили о создании конфедерации. И потребовали, чтобы федеральные войска покинули территорию конфедерации. Командование гарнизона форта Сантер. Этот форт находится в нескольких милях от южнокаролинского города Чарльстона. Командование форта отвергло требования конфедератов. И 12 апреля 1861 года форт обстреляла береговая артиллерия конфедератов. Это были первые выстрелы гражданской войны. Вскоре из состава Союза вышел Техас. За Техасом последовала Вирджиния. Вирджиния вышла из состава Союза 15 апреля. Спустя три дня Фрэнсис Блэйр, это был советник президента Авраама Линкольна, принял полковника Роберта Ли и предложил ему войти в чине генерала-майора в состав командования по обороне Вашингтона от федератов. Ли отказался. Вот что он сказал. История донесла нам слова Роберта Ли. «Я не могу поднять меч против Вирджинии, моего родного штата». 20 апреля Ли подал в отставку. 23-го он приступил к военной службе в армии конфедерации. Когда образовалась конфедерация, Роберт Ли не скрывал скептицизма по отношению к ней. И об этом он написал на январе 1861 года. Роберта Ли написал сыну Кертису. «Если бы Вирджиния осталась в составе союза, Ли воевал бы с конфедерацией. Но он считал Вирджинию, а не Соединенные Штаты Америки, своей родиной. И этим он мало отличался от большинства современников, которые считали родиной штаты, в которых родились. Корни Роберта Ли были Вирджинией. Его прапрапрадед Ричард Ли первый поселился в Вирджинии в 1639 году. Перед 54-летним Робертом Ли не стоял вопрос воевать за или против Вирджинии. Он должен был защищать свою землю. Сегодняшнему американцу понять это трудно. Может быть невозможно. Сегодняшний американец, если он, конечно, в здравом уме, он гордо называет себя американцем. И сегодняшнему легко внушить. Тот, кто воевал союзом, предал свою страну, Соединенные Штаты Америки. И сегодняшнему легко согласиться с названием войны гражданское. Но у этой войны есть множество других названий. В местах, где я живу, об этой войне часто говорят, как войне за независимость. Конфедераты защищали свои родные места, свою родину. Джефферсон Дэвис, Роберт Ли, другие конфедераты, не были предателями не только потому, что Конституция не запрещала выход любого штата из Союза. Они не были предателями еще и потому, что каждый из них был прежде всего гражданином своего штата. Если бы полковник Ли принял предложение стать генералом в армии Союза и воевать с конфедерацией, он предал бы свою родину, Вирджинию. И, дамы и господа, вполне законоверен вопрос. Так значит, и сегодня каждый штат имеет право выйти из состава Союза? Ответ. Нет, не имеет. Такое право ликвидировал Верховный суд Соединенных Штатов, принятое этим судом в 1869 году, чьи есть 4 года после окончания войны, решение по делу Тексас против Уайта, это решение дает понять, сексэшн, отделение от Союза, раскол Союза, выход из состава Союза, есть нарушение Конституции. Вы спросите, а как же 10-я поправка? Мой ответ. За 230 лет своего существования Верховный суд принял множество сомнительных решений. В 1869 году суд победившего Союза просто-напросто не мог признать конституционным выход какого-либо штата из состава Союза. На этом, дамы и господа, я ставлю точку в монологе, будет небольшой перерыв на рекламу, не покидайте волну нашего радио, я вернусь к вам через несколько минут. Уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». Номер телефона в студии 847-400-5200. Звоните, если у вас есть какие-то вопросы или вы хотели бы высказать свое мнение. Алексей, если вы не возражаете, мы принимаем первый звонок. Let's go! Добрый день, вы в эфире. А, добрый день, Алексей. Спасибо за передачу, всегда очень интересно. Вопрос вот какой. Генералу ЛИП поставлено достаточно много, не один памятник. Как известно, он проиграл, битву, так сказать, побежденный. Короче говоря, вопрос такой. Почему победившие ставили памятники побежденному? В чем тут дело? Или я что-то не так понимаю? Спасибо. Окей. Памятники побежденному ставили не победители, а ставили побежденные. По одной причине ставили. Потому что побежденные спустя какое-то время после окончания Гражданской войны, когда они пришли в себя, они поняли, что, в общем-то, их отцы-старшатья сражались за правое дело. Правые они были, неправые, это уже, давайте судить, не с позиции сегодняшнего дня. И они считали нужным поставить памятники героям, они так их называли, героям этой войны. Абсолютное большинство памятников Роберту Ли поставлено в Южных Штатах. Были ли памятники Ли в Северных Штатах, я приведу только один пример. В Нью-Йорке есть так называемая колонна героев. Там поставлены бюсты. Это находится в Бронксе на территории, по-моему, Бронксенского отделения Нью-Йорк Стейт Университи. Я могу ошибаться. Там поставлены герои, герои, памятники, бюсты героям Америки. Не только военным, но вообще гражданским. Это могли быть инженеры, это могли быть политические дети, это могли быть путешественники. Причем эти бюсты стали ставиться, если мне не изменяет память, на границе 19-20 века. Давным-давно. И стояли два бюста. Один Роберту Ли, а второй стоял генералу Томасу Джексону по кличке Стоунволл. Томас Стоунволл Джексон. Это тоже один из героев гражданской войны. Он был убит. Многие считают, что если бы он был жив, то, вероятно, южные войну не проиграли. Ну, я так не считаю. Такое мнение есть. Так вот, несколько лет назад по распоряжению губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Кома бюсты Томасу Джексону и Роберту Ли были убраны. Это на территории штата Нью-Йорк. Города Нью-Йорк. Но есть еще один интересный момент. На территории города Нью-Йорк есть военная база. Она находится в Бруклине. И эта военная база, ну, она, естественно, вход туда закрыт по пропускам. Там масса различных улиц. И есть улицы. Одна улица носит имя Роберта Ли. Вторая улица носит имя Стоунвол Джексона. Томаса Джексона, Томас Каменная стена. Несколько лет назад, когда Коума, губернатор, распорядился убрать бюсты Ли и Джексона из места, где стоят герои, бюсты американских героев, повторю, не только военных, был поднят вопрос о том, чтобы улицы были переименованы. Переименованы на этой военной базе, которая находится в Бруклине. Но военное начальство не этой базы, а военное начальство в Пентагоне, оно сказало, что переименований не будет, потому что и Роберт Ли, и Джексон, они служили на этой военной базе, и пока что улицы сохраняют их название. Я думаю, этим улицам сохранять название недолго. Более того, неподалеку от этой базы находится церковь, в которую Роберт Ли по воскресеньям приходил молиться. Рядом с этой церковью стоит громадное дерево, на которое набита плашка, что это дерево посадил Роберт Ли, который приходил молиться в эту церковь. Я думаю, что мы с вами дожили до того времени, когда либо плашку уберут, либо дерево спилят. Вот в такие времена мы с вами живем. Что же касается памятников Роберта Ли, дамы и господа, в городе Ричмонде есть улица, которая называется Монумент-авеню. Монумент-авеню, авеню монументов. На этой улице стоят памятники деятелям конфедерации, в том числе и памятник Роберту Ли. Сегодня этот памятник изгажен. Я другого слова не подберу. Прекрасный памятник. Я думаю, недолго осталось ждать, когда его уберут, потому что этот памятник находится не на федеральной земле, а на земле штата Вирджиния. А в штате Вирджиния решение принимает губернатор. Спасибо за вопрос. Спасибо большое. Давайте примем следующий звонок. Добрый день. Вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Я слушал Факс Ньюс, и я, к сожалению, не запомнил генерала, который сказал, что эти памятники и названия улиц не должны были быть вообще. Потому что этот генерал сказал, что в общем-то эти Ли и прочие генералы конфедераты были преступниками. Они воевали... Значит, этот... Я вас сразу прерву. Этот генерал либо он не знает истории. Вполне возможно, я не исключаю. Либо, что более возможно, этот генерал знает, в какое время он живет. И если он скажет что-либо иначе, к примеру, то, что я вам рассказывал, значит, у него могут быть служебные неприятности. Вот мой комментарий к тому, что говорил этот генерал. Повторяю, по решению Верховного Суда 1869 года ни один штат не имеет права выйти из состава союза. Это не значит, дамы и господа, мир меняется. Что будет через 100 лет? Вы уверены, что через 100 лет Соединенные Штаты будут существовать в таком виде, как сегодня существует? Может быть, через 100, да. А через 200 точно не будут. Таким образом, в то время, что мы с вами живем, мы живем, наши дети, даже наши внуки, ни один штат из состава союза не выйдет. Что будет через 100 лет? Давайте мы не будем загадывать. Тем более, не будем загадывать, что будет через 200 лет. Самый год. Принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Алексей, скажите, пожалуйста, первый вопрос, есть ли это информация в вашей книге? А второй вопрос, как можно донести эту информацию к этим темным вандалам, варварам, я не знаю, какими словами их можно назвать, которые пытаются диктовать всей стране новые законы? чтобы, ну, как-то утихомерить. Значит, в моей книге информации о том, что я вам сегодня рассказывал, нет. Конкретно, потому что моя книга ограничена очерками о президентах, на которых стали жертвами проклятия Текумсе, это индейский войс. Эти президенты, которые разбирались в сроки, в года, в года, которые делятся на 20. 1840 год, президент умер, 1860 был убит, 1880 был убит, 1900 был убит, 1920 умер, 1940 умер, 1960 мистер Кеннеди был убит, 1980 Рейган был ранен, причем ранен, если бы он также был ранен в 19 веке, он бы скончался. Единственный президент из выбранных в год делящихся на 20, который не пострадал, это Джордж Буш, сын, хотя в него бросали гранату, граната не полетела, и мы с вами живем в 2020 году, мы и знаем, что произойдет с президентом, который победит на предстоящих выборах. Вот об этом моя книга. Она все вопросы истории просто-напросто не может затронуть. Кстати, там есть интересная глава, которая называется «Если бы Линкольн не был убит». Ну, если бы Линкольн не был убит, это мое глубокое убеждение, он бы не был признан вообще великим, и вполне могло быть, что с ним бы случилось то, что случилось с Эндрю Джонсоном, который заменил его, который был подвергнут импичменту, я не исключаю, что и Линкольна могли бы подвергнуть импичменту, другое дело, импичмент импичментом, но человек остается все равно на месте, потому что в Сенате нет необходимого большинства. Вот о чем моя книга. Книга очень интересная, кстати, будет издана, уже принята к производству в Санкт-Петербурге, в России, там тоже заинтересовались, что меня, что мне приятно. Спасибо за вопрос. Спасибо огромное. Следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Алексей, с уважением. Вот вы говорите, что ни один штат по закону 69-го года не может выйти из состава США. А если группа, группа штатов, допустим, демократы и республиканцы скажут, и что, предъявят ультиматом и что начнут кто-то из них начнут гражданскую войну, ответьте. Пожалуйста, спасибо. Ответ элементарный. Ни один штат, ни группа штатов по решению Верховного Суда 1869-го года не может выходить из состава, не имеет законного права выйти из состава Союза, если кому-то придет в голову взять в руки наружие, я этим людям просто-напросто не завидую, потому что сегодняшняя федеральная армия, американская армия в состоянии подавить любой мятеж в этой стране. Любой. Спасибо за вопрос. Спасибо. Следующий звонок. Добрый день. Вы в эфире. Добрый день. Алексей, добрый день, Анатолий. Добрый день. Добрый день. Потребляющая передача, что вы рассказываете, потому что 8 лет назад я 2 года, больше 2 лет жил в Алабаме. И каждый выкинд я ездил по конфедератским местам. И почему я это делал, я вам скажу, почему я заинтересовала. Вам не кажется ли, то, что нас учили в Советском Союзе, и то, что здесь рассуждают левые, отношения к гражданской войне абсолютно идентичны. Поэтому, не веря, конечно, в Советском Союзе, я это просто наглядно проверял. Если по конфедератским кладбищам, по музеям, особенно, ну, Алабама, это пока, слава богу, там никого не снесли, там памятники Джефферсона, памятники президенту Южной Федерации и так далее. А вот насчет спрашивают генерал Ви. Генерал Ви один из самых блестящих генералов в истории американской армии. Его стратегия... И вообще в истории вооруженных сил всех. Вооруженных сил. Ну что, его до сих пор, Алексей, его изучают в Вестпойнте, который он закончил вторым человеком в Вестпойнте, когда он закончил. В то же время генерал Грант, который победил, был предпоследним. То есть, а тот вообще как военному человеку. И насколько я знаю, Стоунгол Джексон или генерал Ви, они не имели никаких рывов, они не боролись за против рабов, за рабов, понимаете, и причислять в воно преступников, это то же самое, что сейчас причислить Суворова, Кутузова. Суворов давил польские восстания, убивал там тысячи поляков. Это же полный бред. Но мое отношение к конфедерации полностью изменилось, прожив там два года и делая свой, сказать, ресурч и так далее. Война гражданская была абсолютно не за освобождение негров и ленина освобождение. Было совершенно просто, президент Линкольн не хотел, чтобы часть Америки уходила. Вот такое. Спасибо, Алексей, огромное за программу. Спасибо. Спасибо большое. Все, что сказал только что позвонивший господин, все абсолютно соответствует действительности. Ну, абсолютно соответствует действительности. Более того, дамы и господа, война была для того, Линкольн это написал открытым текстом, что если бы речь шла об освобождении черных, о частичном освобождении черных или не частичном, война шла за сохранение союза, союза. Первая правда, 1 декабря 1863 года Авраам Линкольн издал декларацию об эмансипации, об освобождении черных. Почему это было сделано? Это был чистый политический ход по одной причине. Потому что в это время Англия всерьез обсуждала вопрос о признании конфедерации. Всерьез обсуждался вопрос. Если бы Англия признала конфедерацию, следом за Англией могла последовать Франция, Испания, другие страны. Но в этих странах было резко отрицательное отношение к рабовладению в Соединенных Штатах. И объявив декларацию об эмансипации, Линкольн тем самым помешал, не дал возможности, преградил Британии дорогу к признанию конфедерации как независимого государства. Когда Линкольн объявил эту декларацию, кстати, речь шла об освобождении черных только на тех местах, которые контролировали федеральные войска, но не на территориях, которые контролировали конфедератские войска. Более того, как только на севере поняли, что речь идет не о сохранении союза, а об освобождении черных, в городе Нью-Йорке было поднято восстание трудящимися рабочим классом, которые вешали черных на фонарях. Это, конечно, совершенно ужасно, но они не хотели сражаться за освобождение черных. Черные бежали из Манхэттена в Бруклин. Бруклин тогда не был частью Нью-Йорка, никаких бруклинских мостов не было. Нью-Йорк это был Манхэттен. И подавляли восстание в Нью-Йорке, подавляла процедиральная армия. Таким образом, то, что сегодня рассказывается в истории, в школах, всюду, генерала, вот процитировал человек, генерал считает, сегодняшний генерал, что Лид, Стоунвол Джексон, что они были предателями. Этому учат всех сегодня американцев. Оболванивание идет повсеместное на уровне, ну, скоро начнется, наверное, в детских садах, пока что начинается только в школах. И позвонивший господин совершенно прав. нынешняя позиция демократической партии полностью совпадает с тем, чему нас учили в советских школах и в советских университетах. Спасибо большое за вопрос. Следующий пожалуйста. Спасибо большое, Алексей. Сейчас, пока народ набирает номер телефона в студии 847-400-5200. Я сегодня утром, ну, прослушивая новости, просматривая всякую информацию, услышал одну очень интересную фразу. Эта фраза была сказана одним из консерваторов в Канаде. Фраза звучит так. Если, но я ее перевожу на русский язык, если нет необходимости переименовывать улицы и сносить памятники, значит, как это бы это сказать лучше, то есть необходимость эти улицы и памятники сохранить. Вот так примерно звучит фраза. Я считаю, что это очень толковая, очень правильная фраза. Если нет нужды, то есть нужда в том, чтобы это все сохранить. Нужда есть чтобы все убрать, чтобы никто не знал, как возникли Соединенные Штаты, потому что по учению газеты Нью-Йорк Таймс замечательного практик, который называется 1619 год, 1119, то Соединенные Штаты основаны на расовой ненависти и всему, чему мы с вами обязаны, построенным Соединенным Штатам, всему мы обязаны, мы обязаны черному населению. Окей, дамы и господа, я у меня небольшая информация, через неделю к сожалению я с вами вы меня не услышите, я вас тоже не услышу, мне предстоит интересная дорога, если она будет интересна, я вам конечно обязательно расскажу, я еще раз хочу напомнить, что каждый из вас, кто хочет купить книжку, мою книжку «Тень проклятия таком сенат Белым домом», должен написать на мой интернетский адрес, интернетский адрес вы должны знать, onemashaorlov gmail.com сообщить свой адрес и на этот адрес я буду высылать книжку. Замечательно. Есть еще буквально в несколько минут, давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло. Говорите, пожалуйста. Я попросил бы ой, сейчас в Америке очень напряженная обстановка, нельзя ли при вашей передаче охарактеризовать недельную обстановку по Америке? Хоть краткую, но обрисовать. Хорошо. Я вам скажу, что поскольку у меня на радио есть один час в неделю, а у вас есть возможность слушать радиопередачи народной волны передачи постоянно, я ни секунды не сомневаюсь, что в других передачах народной волны обсуждается положение в Америке. Поэтому повторять то, что делают мои коллеги, я не буду, просто-напросто. Итак, спасибо огромное, Алексей, за все ответы на ваши вопросы, на наши вопросы, за интересную информацию. Еще раз хочу напомнить нашим радиослушателям. Имел адрес Алексея Орлова для того, чтобы оставить свою информацию и получить возможность приобрести книгу, имел адрес 1 Masha M-A-S-H-A Orlov O-R-L-O-V at gmail.com Пожалуйста, пишите, давайте свою информацию о том, куда можно прислать книгу, и Алексей обязательно с вами свяжется и вышлет вам свое произведение. Ну, я, конечно, просто сгораю от нетерпения узнать, куда же все-таки Алексей будет путешествовать, но нам придется подождать, я так понимаю, хотя бы как минимум пару недель. Так что две недели, тогда я вам пожелаю счастливой дороги, интересной дороги, плодотворного, как говорится, созидания, ну и будьте здоровы, Алексей, всего вам огромного хорошего, дамы и господа, будьте здоровы.